всем привет вносим удобрения под посев пшеницы сейчас кинем диамофоску потом селитру и будем дисковать хотели все сначала кинуть думали под дождик вроде как на ночь дождик стоял но уже его как говорится как ветром сдуло поэтому кинем сейчас по двум участкам где кукуруза была и завтра буду дисковать постараюсь побыстрее задисковать заделать удобрения чтоб меньше испарилась что больше от него эффект а потом опять перецепимся и кинем по семечке и там за дискуем а и 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 Тоже разные гранулы. Каждый год разный производитель, разный высел. Стараемся 100-110 килограмм внести. Планировали, короче, докидать диамофозку и кинуть селитру, но что-то пошло не так. А именно вот что. Сломалась колено, труба отвалилась, батя докидал без нее. Ну, как бы, когда трактор с турбиной, ему глушители не нужен в принципе. Она турбина гасит все сама. Так-то глушак целый все. Вот поехал, купил новое колено. Что хочу сказать, чисто так совет небольшой подписчикам дать. Да и, в принципе, людям, которые смотрят. У нас в выселках два тракторных магазина. И цены у них, как бы, скажем так, не самые дешевые. А можно даже сказать наоборот. Вот узнал, в одном из них не было. В другом такое колено стоит 4800 рубликов. Позвонил в Тихорецк. В одном магазине сказали, за 300 привезут через день. В другом, Беларусьюхсервис, такое колено 2700. Вот разница 200, да? Просто так на уз немножко намотать. Они в выселках привыкли, что у них, как бы, свой контингент постоянный. Ну, грубо говоря, район. Все едут и берут. Ничего не мониторят. Ну, как бы, поэтому цены лучше всего всегда мониторить. А то сидят расслабленные, накруточку максимальную делают. Вот как-то так. Сейчас поедем. Кинемся литру. И будем уже дальше продолжать дисковать, отбивать и выполнять остальную работу. Вот, заехали селитру кинуть. Тоже килограмм по 100. Но тут лучше 110, конечно. Чтоб вот это все дело, которое не выдуется, которое останется, чтобы лучше перегнило. Потому что для пшеницы оно может напакостить, конечно. Да и азота много потребляют пожневные остатки. Поэтому нам надо, чтобы эффективно все в пшеничку пошло. А пожневные с этим азотом лучше перегнили. Ну, и агрофон, естественно, лучше формируется, когда нормальный процесс гниения происходит в почве. Как-то так. Единственный агрегат, с которым по над столбами можно без проблем ходить. Это разбрасыватель. Не складывать ничего. Объезжать, не подъезжать. Сейчас края обойдет, засыпем и уже пойдем конкретно ходить от трассы и сюда на низ. Посмотрим перекрытие. Ну и еще чего-нибудь. Продолжение следует. Под 언�азон. Продолжение следует... переехали на другой участок витрюган поднялся конкретно мабуть будет дождь так удобрение лежит диамофоз кай вперемешку получается на моего дисками раз и заделаем пару слов по селитре скажу и буду заканчивать видео так как в принципе уже все показал селитру барали мы фасара но она смоленская они как обычно менеджеры селитра есть есть такая-то цена ну самую высокую диктуют а подешевле она есть у нас сторонние вот она там на рубль дешевле так давайте нам стороннюю на рубль дешевле нам-то селитра до селитра марка б марка бы высший сорт высший сорт вот такая вот получается в смоленске она еще дешевле наверное а пока сюда дойдет еще транспортная наценка наценка фирмы и прочее разное честно цену не скажу почем брали брали еще летом вот как-то так также кунам берем вот у меня есть такая чудо лестница которая вот-вот сломается в мешках остаток с прошлого года сейчас тоже высыпем должен нас еще мешок остаться на семечку и как я говорил сейчас это выкидаем а на семечку уже потом после того как кукурузу задискую чтобы она не испарилась вообще по-хорошему как разговаривал с агрономами ну из личного опыта вообще говорят в идеале в течение четырех часов надо ее заделывать потом она начинает испаряться и уже естественно меньше поступает землю в почту опять же зависит от погоды сейчас прохладно и как ляжет что-то в почву упадет может быть что-то впитается а если дождь пройдет то вообще классно поэтому посмотрим не хватает конечно еще одной единицы техники можно было пустить сразу дисковать нужно сделать чем богаты тем и рады все всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал всего вам хорошего и до новых встреч